Привет, зритель! Сейчас тебя ждет сравнительный обзор. Ручной отпариватель КТ934-1, цвет голубой. Вот. И ручной отпариватель КТ9612, розовый. Я его уже как-то обозревала, и даже недавно обозревала в действии. Сейчас я его покажу. Да-да, это техника Китфорд. Зрительные отличия, я думаю, видно, да? Ну, помимо того, что один розовый, другой голубой. Здесь есть кнопка. Можно воткнуть в розетку, нажать на кнопку, и уже после этого работать, а потом снова выключить. Здесь же, в окно в розетку, подождал минутку, оно нагрелось, и сразу работает. Как бы мне кажется, вот этот удобнее. Но, здесь есть мерный стаканчик, удобно наливать сюда. Этот открывается более удобно. Сразу, с первого раза, до того, как я села снимать, я вот почитала и проверила. Этот, в принципе, тоже открывается удобно, но до этого я некоторое время помучилась. Давайте пройдем по комплектации. Здесь у нас есть вот сам утюжок, вот эта щеточка. Там, где она нужна. Неправильно нацепила первый раз. Вот. До упора и вот так. Давайте пока без воды покажу, как это делается. Он вставляется легко. Здесь вот есть треугольничек на боку и на самом утюжке замочек. И чтобы уж точно, ровно, никуда ничего не делается, надо, чтобы треугольничек был под замочком. Все. Здесь у нас есть тоже щеточка. Ну, соответственно, немножко другая. И вот сейчас будет такой момент. Вот. Вот если вот так ставить, боком сюда, вот к себе, да, то он будет быстро, хорошо закрываться. Если по-другому, то помучаешься. Ну, коробочка, соответственно, чуть поменьше. Аналогом. Хотя и номер по-другой. Не только цветы коробочка. Я думаю, коробочки нам пока не нужны. Их можно убрать в сторону. Да, хотя бы вот сюда. В общем, еще раз пройдемся. Стаканчик, щеточка, утюжок сам. И вот этот наш тело. Тут же у нас просто, кстати, мне кажется, вот здесь вот стекло удобнее. Так как тут идет прозрачное с двух сторон, то, соответственно, я думаю, будет видно лучше воду, наполняемость. Здесь просто вот с этой стороны стеклышко. И глядя на него, я вот вижу темное стекло. Мне оно темное, я не вижу нифига. Если вы очкарик, и вас напрягает вот наличие темного стекла, потому что, ну, под разными углами, как бы, не всегда увидишь эту воду наличие в ней. Несмотря на то, что тут есть вот маленький такой стаканчик с мерным делением. Он на 80 мл. Тут деление до 100 мл. Можно отмерить 80 и залить. Сейчас мы, кстати, это с вами сделаем. Там и лучше использовать доминилированную воду, дистиллированную воду, проще говоря, фильтрованную воду. Нужно, нельзя его оставлять, и этот тоже с водой. Если вы использовали, все вот выключили, оставилось там немножко воды, то воду надо вылить, потому что вода может застояться, засвести. И будет не очень хорошо, соответственно, моторчик испортится. Нужно периодически промывать его. Немножко налили воды, потрясли, вылили. Тоже, соответственно, лучше использовать фильтрованную, как вот у меня сейчас здесь будет снова использоваться фильтрованную. Нельзя оставлять включенным, потому что вот этого счастья хватает при работе на 5 минут. Вот. Потом он, ну, просто включите чайник, не включайте чайник электрический. Любой вообще вот кастрюлю пустую на газ поставьте, будет не очень хорошо. Точно так же и здесь. Если он будет включен, и просто испортится, перегреется и кирдык. Никакая гарантийка вам уже не поможет. Вот. Негарантийный случай, если оно образовалось накипь. Я не знаю, честно, я не писала товарищам в Китворцу узнавать свою интуитивную идею, можно ли лимонной кислотой это промыть, прокипятить воду, с немножко раствором лимонной кислоты, с удовольствием прокипятить и вылить. Будет ли толк. Ну, вот у меня была такая идея, потому что, допустим, ту же стиралку чистят лимонной кислотой, тот же чайник чистят лимонной кислотой. Ну, это чисто мои мысли, вы ни в коем случае не пробуйте на себе, лучше посоветуйтесь с техподдержкой. Можно освежать вещи, которые, вот у меня такая частая проблема, что кто-то лежит долго в шкафу, достаете, оно так пахнет странненько, хотя оно чистое, и приходится его простернуть на быстрой стирке 15 минут. Здесь же при наличии одного или другого можно будет просто утюжком прогладить. Если вдруг вода закончилась, а у вас еще работы овер дофига, то выключайте сети, дайте немножко постоять остыть, минут 5 хотя, минут 10 даже так, минут 5-10, и потом заливайте снова воду. Здесь вот пластик или стекло, оно прозрачное, здесь темное, в принципе, вот из-за этого, наверное, плохо видно. И здесь отличные инструкции по применению, что и как делать. Есть техподдержка в ВКонтакте. У них есть техподдержка в приложении Китворд, в том числе не только для яблочного фона или, допустим, для Google фона, где Google используется, но и, да, я тут управляюсь телефоном, но и для Huawei в App-галерее есть приложение, можно при случае найти и установить. Вполне оно функционирует, но и проверено. Также у Китворд проводятся всякие акции, розыгрыши в том же приложении. Ребята, если вы думаете, что-то мне прислали для обзора, то облом. Короче, этот я получила за участие в видеоконкурсе обзоров на свою кофемолку, которую я покупала, Китвордовскую кофемолку, которую я покупала на зоне, а это я выиграла в том же самом розыгрыше в приложении. Так как у нас стаканчик один, что мы будем с вами гладить, вы, наверное, думаете? Ну, вот у нас слева по борту шторы. Когда мне их подарили перед Новым Годом, я их прям повесила не гладя. А тут можно отпарить. Вот как раз, слушайте, у меня глаз Эрмаз, я налила сразу 80 мл. Сейчас мы с вами это нальём. В своём обзоре тестовом я, конечно, наливала из горлышка кувшина, и было неудобно. В принципе, вот видно. Но не так ярко, как вот чисто было бы, если бы он был совсем вот из продачного пластика. Практически макс, 80 мл. Как мы это делаем? Оно лицом... Ну, в общем, держите правой рукой, берёте в левую вот эту штучку. Левая, это для левшей, если кто пишет рукой левой, вот это левая. А вот это правая. Ставите вот как бы спинкой к народу, лицом, щёточками к себе. Щёточки рекомендуется одевать... Вообще удобнее, мне кажется, когда оно разобрано, но, в принципе, можно одевать и снимать, когда оно не включено, потому что оттуда идёт горячий пар, и есть шанс 100% обжечься. Мы щёточки снимаем, они нам не нужны сейчас будут. Вот он тут стоит пока. Сейчас мы нальём сюда водички. Те же, я думаю, 80 мл. В этот раз я смотрела на отметки сбоку, чтобы было ровно 80. Да, ещё провод-то я не разобрала. Здесь-то у меня уже длинный провод, так как бы всё раскрыто. Затем, меняясь розетка, она на одну штучку рассчитана, но у меня тут хорошая узленица с заземлением, так что вы не переживайте. Всё воткнётся, и вы сразу почувствуете разницу. А тут, смотрите-ка, да-да, возможно, я где-то упустила, не дочитала насчёт количества, насчёт объёма, но я думаю, может быть, тут где-то сбоку есть объём. Да, тут объём чуть побольше, тут 100 мл, здесь 80, потому как бы видно, ну, стаканчик на 100 мл рассчитанный был только здесь. Кстати, этот 800 Вт, а этот 650 Вт, ну, в принципе, они как бы чуть-чуть и поменьше, и по размеру. 180 см шнур у одного и 220 см у маленького шнур. В общем, у маленького шнур подлиннее, у большого, скажем так, шнур чуть покороче. раз у нас тут 100 мл, то надо долить. Не отличаются объёмом, как мы поняли, цветом, кнопкой включения, разница в комплектации, и разница ещё вот в цветовой штучке, в цветовом стекле, скажем так. Это точно так же, вот удобно он ставится, там, кстати, есть пазы, вот один в один, так вот, скажем, вот так вот. И удобно ставится, и сразу можно повернуть. Щёточка нам тоже тут не нужна. Вот они у нас оба готовы к работе практически. Здесь вот прозрачно, я сразу вижу эту воду спокойно, с двух сторон. Но даже если, ну да, вот если тут закрыть, вот рукой, допустим, это стёклышко, то будет аналог, как здесь, вот, у тёмного стекла. Тут мало того, что тёмное стекло, но ещё и, как бы, нет просвета сквозного, поэтому не очень хорошо видно. Здесь вот лучше видно. Здесь у меня ещё ничего не включено. Да, кстати, оба они могут работать исключительно вот в вертикальном положении, если наклоните, то водичка вместе с паром кипяточком таким выпроснется, и будет не очень хорошо. Сейчас проверю. Да, я тут всё зафиксировала, замочек на этом самом. Ну что, давайте сначала один. Включим. Вот я включила. Ждём. Чтобы понять, что он заработал, у него здесь загорится индикатор. Возможно, ты зритель не слышишь, на камеру не будем направлять. Потому что у него сразу пойдёт потом этот пар. мне жалко камеру. Честно. Она у меня единственная. На обзор мне камеры, к сожалению, не присылают этот подарок. Больше тоже. Всё, вот он закипел. И сейчас из него пойдёт пар. Вот и пар пошёл. Кто не смотрел мой тот ролик, сейчас увидим здесь. Можно отпарить застаревшуюся, залезавшуюся вещь. Можно заюзать на шубе или дублёнке. Можно отпарить вещь, одежду, которую обычно утюгом не поюзаешь. Можно освежить вещь. Можно вот занавесочку прогладить. Я его укричаю. Вы видели, как он работает? Удобно вообще. Вот сидя можно даже поработать. Мне нравится сама вот такая вот форма какого-то животного. Сейчас мы извлечём. И, кстати, совсем чуть-чуть сейчас ушло. Но как бы его хватает на 5 минут. Я думаю, что на 5-минутной работы это очень приличное количество. Это на камеру неудобно снимать, показывать одной рукой, держишь другой рукой за стативом и фиксируешь, как этот процесс идёт. А когда ты работаешь, им вполне себе прилично хватает времени. Так, и сейчас мы поработаем вот этим товарищем. Я снова включаю. Вот, видите, я включила, как бы ничего не происходит. Но чтобы что-то произошло. Включаю на кнопочку. Может быть, не видно, но вообще оно оранжевым таким светится. Вообще по цвету, как икра красная. Да, ещё разница. Тут металлическая насадочка, как бы, откуда пара идёт, а здесь пластиковая. Ну что, пошлите. Если плотная ткань, нужно подносить ближе. Если ткань, допустим, тонкая, можно и подальше чуть-чуть держать. Спасибо. 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 Включаю. Ткань. Спасибо. Спасибо. Ткань. Спасибо. Спасибо. Ткань. �елир менеджеров 2010 Известок, вам поделется утшенные «Хотく Еще раз напомню, это у нас Кейтфорд ручной опариватель КТ-961 Ну и вообще как бы КТ-961-2 Как бы второй вариант Потому что там разница в цветах у них Розовый И еще один Кстати, с меня Сладкие-гладкие, говорит Вот эта коробочка С двух сторон А это у нас глажу все неровности Ручной опариватель КТ Вот этот вот 9-34-1 голубой Кейтфорд.ру Вот это счастье у нас стоит 1190 на самом сайте Пардон, стук тут был Кейтфорд И там, кстати, есть ссылочки На всякий магазин Где-то счастье можно на данный момент приобрести А эта стоит сейчас 890 Именно вот как на сайте Кейтфорд Пока она как бы скидка Если вы оселили до конца То вау, круто! Ну и пока! Не забудь поставить палец кверху Субтитры сделал DimaTorzok